Небесный Отец То, что есть внутри меня, от Небесного Престола, чтобы оно овладело всем, что вокруг меня, в моем доме, в моем роду, в моем городе и в моей стране. Я человек, взятый тобой в удел, и я хочу исполнить волю твою на сто процентов. Помоги мне это сделать. И я благодарю тебя, что ты знаешь, как это сделать. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, мы люди, которые будем творить новую культуру в этом царстве. И потому я хочу вместе с вами сейчас прикоснуться к одной, на мой взгляд, очень огромной ценности, без которой не было ни одного преображения общества, ни одного пробуждения, без которого не было тех чудес и знамений, которые Бог являл за всю историю человечества. Что же это за ценность? Сначала я прочту такое слово. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим, и славлю имя твое за милость твою, за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». А какой ценности речь? О слове Божьем. Потому что если мы говорим о чудесах и знамениях, то это имя чудный. Если мы говорим о мудрости, это имя советник, Бог крепкий. Если мы говорим о победе, то это Бог Саваоф. Это все имена, которыми назван Господь. Но превыше всякого Его имени Он поставил свое слово. Я не знаю, друзья, кто из вас как до сих пор к нему относился, относился к Божьему Слову, к Библии. Но я хочу, чтобы с этого момента мы с вами согласились, что я что-то буду делать больше, чем я делал раньше по отношению к этому слову. Если у кого уже все хорошо сложилось, всегда можно сделать что-то большее. А если еще не сложилось, то надо, чтобы оно сложилось, чтобы точка отсчета, она началась. Дело в том, что ходить, научить ребенка может только тот, кто ходит сам. Если ребенок оказывается в стае волков, он никогда не научится ходить, но он научится бегать и лазать. Но когда мы говорим о себе подобных, то люди учат тому, что делают сами. Учат ребенка, держа его за руку, помогая ему, радуясь его первым шагам. Но чтобы он стал олимпийским чемпионом, родителей маловато. Нужны тренера. Тренер, который будет давать максимальную нагрузку для этого ребенка, который потом становится юношей, а потом спортсменом с именем. И потому, друзья, здесь я хочу, чтобы мы с вами для себя отметили. Если я хочу чего-то большего, чем я имел до сих пор, то мы соглашаемся быть одной командой с тренером Божьего Слова. Аминь. То есть, когда Божье Слово будет нас тренировать, но я думаю, что если вы здесь находитесь, то вы доверяете, что я помогу вам в этом состояться. И поэтому я хочу, чтобы вы могли слышать, что я буду предлагать и в этом двигаться. Потому что одно дело послушать, а другое в этом двигаться и действовать. Поэтому мы можем в своем сознании рисовать упражнения, которые тренер говорит делать. А можем вставать и их делать. И если мы начинаем их делать, то что-то начинает происходить не у тренера с мышцами, а у нас. И поэтому я хочу, чтобы мы для себя сейчас тоже определили, меня эти мышцы устраивают, я могу сегодня пробежать марафонскую дистанцию. Я могу идти до конца в том призвании, которое у Бога обо мне есть. Либо я останавливаюсь на полдороги, либо меня смущает кто-то, либо общественное мнение для меня очень много значит. Либо, может быть, кто-то мог меня остановить на этом забеге. То я предлагаю вам с этого момента определиться. Если мы идем, то мы идем не в развалочку, а мы идем в темпе. Я не говорю, что мы побежим сейчас сразу, но мы идем в нормальном темпе, чтобы нам многое успеть сделать. А для этого, друзья, нам важно свое отношение к Божьему Слову пересмотреть. Посмотреть, насколько я черпаю оттуда не информацию только, а силу и дух. Потому что если информация, как буква, она убивает, а если сила и дух, то это то, что освобождает, преображает и меняет атмосферу. Не только в моей жизни, в моей семье, но и в окружающем мире. Я знаю, что люди, с которыми мне приходится соприкасаться, вы знаете, я задаю им пару вопросов, и они, на мой взгляд, самые тестовые. Когда человек говорит, я христианин, я уже давно хожу в церковь. Я говорю, какие ваши отношения с Богом? Да нормальные. Ну тогда скажите, в чем они выражаются? Ну я верю, что Бог есть, я верю, что я его дочь или сын. Я верю, что он меня спас. Хорошо, а что вы делаете теперь, когда вы в этом числе людей? Как часто вы общаетесь с Библией? Ну, говорит, вы знаете, почти никак. Кто как отвечает? Кто-то говорит, раньше больше, сейчас меньше. Кто-то говорит, ну, когда я слушаю хорошие проповеди, там, или еще что-то, вот я слушаю в интернете. Нет, я говорю, с Божьим Словом, сколько вы времени проводите? И, как правило, люди, которые приходят с проблемами, у них отношений с Божьим Словом нет. Да, точно. И поэтому, если мы хотим быть победителями в своей жизни, то надо не искать, кто бы посильнее за меня помолился, а надо начать питать свой дух и делать это в системе. И отношения с Божьим Духом через Его Слово — это самый сильный канал для духовного роста, после которого меняются наши молитвы. Опять же, люди ищут, кто же помолится, чтобы был успех. А на самом деле молитва — это диалог с Богом, это разговор с Богом. Но мы говорим то, что есть в нашем духе, как вера, потому что без веры угодить Богу невозможно, а вера — отслышание Божьего Слова. И когда я прихожу к Нему, чтобы, извините, ныть и плакать, Он знает мои проблемы. И Он знает, что я там оказался именно потому, что ценности неба для меня ценностями не оказались. И потому оказался там, где оказался. А Господь говорит, я хочу изменить твое отношение к тем ценностям, которые у меня есть для тебя. То послание, то письмо, которое я тебе даю, чтобы оно было не просто в доме, а чтобы оно было прочитано. Вы знаете, что дефицит сегодня не в количестве Библии в наших домах. Я слышала свидетельство одного человека, который в юности, когда ему было где-то около 15 лет, он отправился в Китай для того, чтобы перевозить Библию. Я думаю, что вы знаете, как это опасно для китайской границы, когда проходишь, если тебя там обнаруживают с Библиями. У него был шок, потому что те Библии, которые были вокруг него, они развязались, и они стали выпячивать из его рубашки. И он понимал, что его сейчас могут остановить. И охранник один из них, из пограничников, заметил, пошел к нему. И он просто вот как молодой человек возвал и сказал, господи, что делать? Но в этот момент его кто-то отвлек, и он успел пройти. И когда его сумка проходила, которая тоже была полна Библией через эту ленту просвечивающую, кто-то отвлек тоже того, кто смотрел. И эта сумка прошла. Но когда они привезли Библию и стали раздавать людям в Китае, в одной из церквей, то они увидели, что они с этими Библиями делают. Они разрывают их на листочки. Они раздают каждому листочек домой. Но когда они сходятся на служение, то человек, который взял этот листочек, за это время выучивает наизусть. И передает потом содержание этого листка всем присутствующим. Они меняются листочками, и так они заучивают Библию. Друзья мои, я понимаю, когда хорошая история, когда может быть послание, речь Иисуса Христа, даже на горной проповедь ее выучить здорово. А если это книга чисел? А если это второзаконие? Но однако, если им попался этот листок, они его будут учить. И нам кажется, ну что там учить? А на самом деле, друзья, такие огромные послания есть в именах. Я думаю, что в следующий раз, 14-го, я одно из посланий вам прочитаю, которое в именах 5 главы Готиер. Потрясающе, когда Бог свое послание всему человечеству дал в именах людей. Когда мы эти вещи для себя определяем и понимаем, я ничего не могу посчитать маловажным, если Бог это записал. И поэтому я для себя выбираю стать на позицию победителя, а у победителя всегда будет достаточно хлеба, который надо не только есть, а растворить это верой. И поэтому то, что мы с вами можем прочитать из Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И, как уже сказала, при старте нам надо договориться о ключевых ценностях. И если было вначале Слово у Бога, и оно было Бог, то теперь это Слово перешло к нам. Вы знаете, интересно, что недавно мне пришлось услышать одну потрясающую информацию одного физика, христианина, который был отправлен Богом изучать, как работают песни национальных народов разных наций, как работают на территориях. И когда он смотрел, что эти национальные песни, они что-то производят, производят удивительное. Вы знаете, насыпают на металлическую поверхность просто песок. И подключают музыку, национальную музыку этого народа. И из этого песка начинают складываться фигуры, которые есть в орнаменте народа. Если это еврейская музыка, то там будет звезда Давида. Просто выстраивается от звука этой мелодии. И я думаю, почему мне Господь положил на сердце месяц назад, чтобы в наших служениях всегда звучали русские песни о России. И причем это могут быть христианские песни, которые сегодня тоже есть и много, но мне так этого захотелось, чтобы каждый раз хотя бы одна песня такая звучала. Я верю, что Господь даст этому осуществиться, но когда я услышала, почему это происходит, когда-то мне Господь сказал, колокол разбудит русскую душу. Я тоже не понимала, что это значит. А теперь я понимаю, это звучание, которое с ДНК сочетается, и оно пробуждает жажду, оно в корнях это пробуждает, оно убирает чужое, а оно истину достает. И Слово от Бога и зашло. И оно наполнено Его генетикой. Оно наполнено Его Духом. И когда мы хотим быть Его победителями, мы не можем без Его Слова это осуществлять. Вначале было Слово. Оно было у Бога. И оно было Бог. Вы знаете, Бог нам дал Слово Своё. И говорят люди, Библия это не Бог. Вы знаете, там Бог. Сами страницы, сама книга нет, но Дух, который там, это Бог. Это Его жизнь, это Его план, это Его взгляд на нас, это истина, которая делает нас свободными, когда мы её познаём. Но мы определяем, что мы будем делать с этим Словом. Оно будет у нас лежать, и будет совесть наша просто говорить, ты опять ничего не сделал. Или я говорю, Господи, я хочу слышать Тебя через это Слово. А что Ты хочешь мне сегодня сказать? Александр, подойди там, помоги. Друзья мои, и когда мы с вами говорим с Богом о тех вещах, которые нас волнуют, то мы это делаем потому, что Слово, оно оживляет. И мы говорим, жизнь приходит с Божьим Словом. Послание Неба, оно приходит для Земли и осуществляет Божий результат. И поэтому мы сегодня определим, до какой степени это Слово в нас будет вселяться. В нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. Вы знаете, интересная фраза, в нём была жизнь. Кому из нас сегодня нужна жизнь? Мне. Всем, кто живёт, правда? Не все это понимают, но всем нужна жизнь. Но что интересно, когда мы читаем здесь, и жизнь была свет человеков. То есть свет сегодня определяет наше здоровье. Я думаю, что вы знаете такую сейчас систему диагностики, когда проверяют по количеству света, или как называют это, ауры, исходящие от нашего организма. На самом деле это свет, который определяет степень нашего иммунитета и защиты. И там, где есть ямы, то там зоны риска. Света не хватает. Плюс к тому, если в этих ямах, если там тьма уже пришла, то это уже хроническое заболевание. И поэтому, если мы с вами говорим, Господи, я хочу, чтобы моё сердце, моя жизнь, моё тело было в здравии. Он говорит, слово моё светильник. Зажигается этот свет и будет здравием для всего тела твоего, говорит Соломон. Это слово, когда ты его читаешь. Поэтому, друзья, я хочу, чтобы мы каждый раз, когда открываем эту книгу, то будем говорить, Господь, свет твой проникает сейчас в каждую мою клетку. Я не просто читаю моим разумом, я не просто рассудок свой к этому подключаю, а я читаю это слово, и свет твой проникает в меня, а болезнь тает от лица Господнего. Вы знаете, друзья, мы будем видеть чудеса просто от общения с Божьим Словом. И поэтому я вас вдохновляю и благословляю, чтобы книга сия не отходила от уст наших. И сегодня мы с командой договорились с некоторыми людьми о том, что мы будем переписывать Божье Слово. Я вам тоже хочу предложить сделать такой вызов. Каждый день что-то писать. Какую-то, может быть, главу, каких-то несколько стихов, у кого сколько будет получаться по времени. Но, по крайней мере, это реальная возможность пропитаться Божьим Словом. Когда мы пишем, что-то происходит. У нас с вами и зрительная, слуховая, кинетическая память. И плюс к тому время больше мы уделяем прочитанному Слову, когда мы его записываем. И поэтому у кого какие проблемы, особенно если это связано, допустим, с болезнью, выписывайте места, которые говорят о том, что вы исцелены. Либо выписывайте целые главы. Мне пришлось слышать свидетельство человека, который не мог избавиться от наркомании. И через некоторое время его встречает девушка, которая знала его опущенным, уже до вообще некуда. И она говорит, я увидела его, а у него лицо светится. Я говорю, что с тобой случилось? А он говорит, ты знаешь, я стал переписывать Евангелие. И со мной стали происходить удивительные перемены. Друзья, я вас вдохновляю. Это такой вызов тренировочный. Но когда вы это будете делать? Я вас благословляю на то, чтобы вы там получали откровения. Тогда на домашних группах этих откровений будет огромное количество. Тогда здесь мы с вами будем слышать свидетельства, живые, реальные свидетельства того, что Бог будет делать. И поэтому я хочу, чтобы мы с вами с самого начала договорились. Слово Божье, оно не будет отходить от наших уст. Оно будет нас питать, оно будет нас направлять, оно будет производить в нас Его и хотение, и действие по Его желанию. Когда Господь говорит обетование, земля обетования, которое сказал Иисусу Навину, мы сегодня прочитывали это для младенца. Когда Он говорит, что это земля, которую я пообещал отдать, а ты возьми и передай ее. Скажите, какова цена была для Иисуса Навина, чтобы эту землю взять? Из чего складывалась его цена? Давайте поактивнее вспомним, что делал Иисус Навин, чтобы землю взять? Ну, первое, что Ему Бог сказал, что ты встань, потому что Моисей, раб мой, умер. Это надо было мужество уже от начала иметь. Встать и принять какое-то решение, ответственность. А потом Бог ему говорит, теперь читай мое слово, чтобы оно от тебя не отходило. Я думаю, что он это делал. Значит, это старт его побед. А потом он пошел и встречался лицом к лицу с врагом. Почему враг не убегал? Почему он сражался? Ведь Господь сказал, я тебе эту землю отдал. А враг не особенно торопился убежать. Да, он был в трепете, мы знаем, в Иерихоне. Люди от страха закрывались в этом городе, но все равно они не открыли ему и не распахнули ворота, и сказали, Иисус Навин, мы все тебе отдаем, потому что Бог тебе отдает это. Нет, почему-то так не было. Я думаю, что здесь обетопания, которые сегодня нам с вами даны, уже в Новом Завете, они даны, но они не будут вот так идти сами по себе. Их надо отвоевать. Отвоевать у страха, отвоевать у лени, отвоевать у безответственности, отвоевать у опыта, который был негативным, забрать. Я как-то говорила об этих семи народах, которые заселяли землю обетования, один из этих народов хитей, который переводится страх и ужас. Сколько людей сегодня от страха остаются на месте и не двигаются, поэтому важно победить и страх, и ужас мужеством, которое приходит от общения с Божьим Словом. Поэтому обетование надо сначала отвоевать, а потом удержать. И то, и другое, это наша ответственность. Но Господь уже сказал, я это тебе дал. И поэтому, если дал, то это не значит, что оно теперь будет за нами везде бегать. А нам надо понять, где оно, и туда пойти и забрать. И сказать, все, враг, я тебе это не отдаю. Если дети сегодня еще в мире, я говорю, дети мои, они служат вместе, они служат Господу, они служат всем своим сердцем. Если, может быть, муж или жена, то же самое. Если ваши работники, или сотрудники, или начальники нуждаются в преображении, берите эти обетования, потому что можете сказать, Господь, ты мне сказал, а когда ты сказал Павлу, а теперь я это принимаю как слово, что я отдам тебе всех плывущих на корабле. Поэтому, если эти люди рядом со мной оказались, то для того, чтобы они преобразились. И потому, друзья, старец, возлюбленный, это третье послание Иоанна, Гаю, который в любви поистине, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Вот откуда происходит здравие и преуспевание, как душа наша. Что такое душа? Я думаю, что каждый из вас уже неоднократно слышал, это для напоминания. Это разум, это чувство, это воля. Скажите, пожалуйста, где у нас рождаются мысли? Мнения разделились? В голове. В голове или в сердце? В голове. Но большинство слышу в голове. На самом деле, друзья, в голове мысли не рождаются. Преображены. А в голове они обрабатываются. В голове они обрабатываются. И вы знаете, это одно из откровений, если так можно сказать, открытий науки современной сегодня. Вдруг они обнаружили, что мысли-то в голове не рождаются. И для них стал вопрос, а где же они, откуда они тогда берутся? И слава Богу, что сегодня у науки такая задача разобраться, откуда же берутся мысли в нашей голове. Поэтому сразу хочу вас с одной стороны обрадовать, а с другой стороны, может, огорчить, что в нашу голову попадают мысли, далеко не всегда наши. И чужие надо выгонять, а не верить им. Потому что ложь, она подкидывается мыслями с негативного, чужого источника. И овладевает сознанием сомнения, идущие от внешней среды. А внутри нас есть потребность доверять Богу. Внутри нас есть потребность вот этот источник сердца исцелить и очистить. Потому, говорит Соломон, больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Вот откуда идет мысль, идет из сердца. И потому я говорю вам, друзья, еще одну ценность, о которой мы будем говорить также, это молитва в духе, молитва на языках. Когда мы просим о чем-то откровении, говорим, Господи, открой мне вот на этот вопрос ответ, дай мне понимание, что делать. И молимся на языках, и говорим, мне Бог ничего не ответил. Я ничего не услышал, я ничего не понял. А Он ответил, Он положил уже в сердце, Он дал тебе это уже произнести, но еще разум твой это не успел обработать. Но пройдет время, и вдруг в разуме четкое понимание, что тебе делать. И ты думаешь, как же я это раньше не видел? Просто разум долго работает, чтобы обработать полученную информацию в дух. Поэтому, как вы только помолились в духе о чем-то, уже благодарите Бога за ответ и благословляйте свой разум принести вам этот ответ как можно быстрее. И тогда вы будете получать откровение каждый день на то, о чем раньше молились годами. Друзья, я вас благословляю этими ключами, которыми Бог со мной поделился, и которые я в своей жизни использую практически каждый день. И поэтому, если вам кажется, что вы сегодня еще что-то не поняли, благодарите Бога, дух ваш уже это понял. И придет время, это выйдет на картину вашего экрана. Когда вы увидите и поймете, вот оно как. И легко, и быстро, и доступно. Поэтому пусть через то, что мы будем готовить канал Божьего присутствия, и будет преуспевать наша жизнь от того, как преуспевает душа. Будет преуспевать наше тело в здравии от того, как преуспевает душа. То есть, чем наполняем разум, чем наполняем чувства свои, и чем наполняем решения свои. Вот она душа. Преуспевание приходит в душу, а потом во все остальное. И потому не торопитесь просто искать каких-то благ, они разрушат нас. Если сначала не преуспевает душа, если сначала она не целостна, если она не напиталась Божьим словом, то вас или нас это может разрушить. Но когда мы пропитались этим словом, когда это слово начинает нас окутывать своим присутствием, когда оно нас питает изнутри, тогда здравие приходит на все тело, тогда наш разум, он точно отличает ложь от истины, тогда всякое сомнение мы прогоняем легко и быстро и говорим, ты не от Бога, убирайся с моей дороги, и тогда страхи не могут нами обладеть, потому что вера, она пропитана Божьим словом. Итак, когда слово становится плотью и обитает с нами, это практическое применение Божьего слова в своей практике. И свет во тьме светит, и тьма не обьяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. У меня к вам вопрос, друзья, вот такое интересное сочетание, после того, когда идет речь о слове, о свете, и вдруг был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Я думаю, что вы знаете, что значит имя Иоанн, это помилованный Богом. То есть его имени шло послание всему человечеству на тот период, в ту эпоху. Милость Божья рождается через Иоанна на эту землю, потому что он предшествует тому, кто придет спасать этот мир. И потому был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. У меня сейчас такой вопрос каждому из вас. Кто из вас может сказать, я человек, посланный от Бога, и имя у меня вот такое. Сейчас я не говорю Люба, вера, я сейчас говорю об имени, связанном с сутью призвания. Кто может сказать, я человек, посланный от Бога, на эту землю, и мое имя вот такое, мое призвание вот такое, светить, преображать. И вы знаете, удивительно, когда мы на самом деле это знаем, то что интересно происходит? тогда нас никто не может смутить. Не может смутить с заниженным взглядом или завышенным. Потому что здесь с Иоанном прошел сразу такой тест. Когда он знал, как его зовут, кто он, и что он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Скажите, пожалуйста, а мы сегодня кто? А мы свет. А мы-то уже свет. Вот интересно. Он не был светом, а мы свет. Поэтому представьте, если мы знаем, что мы свет, но не пополняем светильник маслом Божьего слова, то как мы будем светить? Так и будем светить. То есть не будем? Как пополнять? То есть здесь реально он предлагает, я говорю не свет, но я буду свидетельствовать о свете. Он знал свою функцию и это помогло ему не попасть ни в какие неправильные направления тех вопросов, которые будут ему задавать. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. То есть понятно, здесь идет речь о Христе. Но к этому мы если успеем вернемся. пришел к своим и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Свои не приняли. И сегодня у нас тоже вопрос, друзья, нас не всегда будут принимать свои. И поэтому это не имеет значения, кто тебя или меня принимает, если ты знаешь, кто ты. Если для тебя значение имеет, кто о тебе как думает, это первый признак того, что ты не знаешь, кто ты. А если знаешь, ты не будешь от этого переживать, волноваться, огорчаться, обвинять, еще сам останавливаться на своем призвании. Здесь мы реально видим, что он дал власть тем, которые ему приняли, дало власть быть чадами Божьими. Для меня это очень сильное слово. У нас с власть детей Божьих. У нас есть власть творить волю Божью Словом, потому что это Слово внутри нас. Чем больше мы себя пропитываем его Словом, тем сильнее Слово из наших уст выходит. Мы можем говорить Слово, которое мы еще не познали, и оно какое-то легкое. Оно не имеет того веса. Вроде бы оно по смыслу-то Божье, но в устах наших оно как-то сразу раз и легким становится. Почему? Потому что мы наполняем себя до краев, до избытка и практикуем это Слово, и когда практикуем, оно весомое. Оно тогда на самом деле, какое бы слово мы не стали произносить, оно будет иметь вес. И мы говорим сейчас, Господь, Ты сказал, и я его сейчас утверждаю это слово, и оно работает. Вот от таких слов дьявол убегает и боится. Кто из вас сегодня был на ночной и слышали о том пророке, который сегодня говорил, как, когда мы молились, что происходило. Вулкан бил этими словами и распространялся по всему городу. Это не потому, что это была особенно ночная, это всегда так бывает, просто в этот раз пророк об этом сказал. Слава Богу, потому что на самом деле мы с вами творим историю. Мы творим историю, когда мы и мы пользуемся этой властью. И потому, когда слово стало плотью, обитало с нами, полная благодать и истины, и как только у тебя где-то есть какая-то прореха, задай вопрос, Господь, твое слово, где оно? Если оно лежит в стороне, беги к нему, попиши его, произнеси его, побудь в его присутствии, и оно тебя изменит, оно тебя преобразит. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и видов спросить его, кто ты? Представьте себе перед вами учителя Израиля, который подходит и лично тебе говорит, а ты кто? Ты кто? Кто тебе дал право так говорить? Кто тебе дал право крестить, как здесь написано? Сказали ему, кто же ты? Он объявил и не отрекся, объявил, я не Христос. Я думаю, что любому учителю, который имел популярность в то время, а Иоанн имел, было бы легко сказать, я Христос, и за него пошло еще больше людей. Но это была ложь. Ему нельзя было это делать. Ему надо было сказать, кто он на самом деле. Он через это лишался учеников, но его это не смутило. Он говорит, я не Христос. Когда ему задают вопрос, а кто же ты? Или, он сказал, нет. Или пророк, он отвечает, нет. Но кто же ты, чтобы нам дать ответ, пославшим нас, что ты скажешь о себе самом? И это, друзья, такой хороший тестовый вопрос. Что я могу сказать о себе самом сегодня? И это не то, что мне надо узнать правильные фразы. Мне надо узнать точку отчета, где я нахожусь. Господь, я Твое дитя. Да, но может быть я еще в зоне детства, потому что наследник, который в детстве ничем не отличается от раба, хотя Господин всего. Если я в зоне детства, я определяю, вот почему я не могу к этому наследству прикоснуться и уже им пользоваться. Я еще ребенок, поэтому мне надо быстрее расти. А в Боге это моменты скорости, они увеличиваются. Нам не нужны, бывает, десятилетия, чтобы вырасти. Мы можем это сделать гораздо быстрее. С Богом при полноценном питании. И потому он говорит, я глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь к Господу. И он четко знал, кто он. Не Христос, не пророк. Хотя он пришел в духе пророка Ильи, он мог бы сказать, да, я пророк Илья. Он знал свое призвание, но у него была конкретная функция, ему необходимо было быть глазом вопиющим в пустыне. открыть новую эру перед Новым Заветом. Это было его предназначение. Оно было высоким, но оно было не выше, чем у Иисуса. И потому он мог легко сказать, вот это Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. Я хочу, я хочу, чтобы мы с вами сегодня могли задать вопрос Богу Господь, кто же я на данный момент? Что на самом деле я уже могу и к чему я уже прикасаюсь, как власть имеющий, а что меня еще пугает, что меня смущает, с чем я еще не справляюсь, где есть те вызовы, которые я еще не выдерживаю. Вот в этом и есть рост, когда мы доходим до точки предела. Мы упираемся и говорим, вот тут я уже достиг потолка или размеры, которые меня сейчас удерживали, но я иду дальше. И потому я хочу, друзья, вместе с вами сейчас помолиться о том, чтобы Слово Божье для нас стало насущным хлебом, чтобы это мы делали каждый день, питаясь от этого источника, питаясь этим Словом настолько, насколько требует наш Дух. Если Он голодал и стал дистрофиком, то Его надо как можно быстрее накормить. Если Он полноценно питался, начните практиковать прочитанное. И таким образом мышцы, они вырастут. Не будет расти жировая прослойка и гордость, а будут расти мышцы. Я хочу вместе с вами сейчас подняться, помолиться. Дорогой Господь, я молюсь сейчас за каждого человека, кому Ты определил быть на этом месте сегодня. Я благодарю Тебя, что мы тот народ, который знаем трудный зов, и Ты хочешь нас вести на Твои высоты. Слово Твое в светильник для нашей ноги. И я прошу Тебя, чтобы те люди, которых Ты доверяешь для духовного роста и для глубины, чтобы это люди, которые стали это осуществлять, в каждом дне продвигаться дальше и глубже. Иисус, я прошу Тебя, чтобы Ты открывал Свои послания каждому человеку, чтобы Ты разговаривал лично с каждым, чтобы Ты открыл небеса над каждым сердцем, чтобы пролились потоки живой воды там, где их раньше не было. Я хочу благословить сердца людей на принятие семени. Давайте, друзья, сейчас вместе скажем. Небесный Отец, вложи в мой дух, в мое сердце такую жажду по Твоему слову, чтобы я мог впитывать его как Иисус. Когда открывалось ухо и запечатлевалось наставление, когда Он питался медом и молоком, чтобы уразуметь, что хорошо и что плохо. И я хочу быть человеком, который это разбирает, отделяет Мекину от зерна, легко обнаруживает ложь врага и отказывается от нее. Поэтому пусть истина пропитает меня, пусть истина руководит мной, пусть истина живет во мне, пусть истина творит Твою свободу во мне и через меня. Благодарю Тебя, Господь, что Ты знаешь, как это сделать, чтобы Слово Твое вселилось в меня могущественно. И я принимаю этот поток живого Слова от престола благодати, текущего в мою жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вас дайте Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисус Христа. Оставь Тебе всю славу, Ты достоин, О, Бог, Выше славы, Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, И все, что есть внутри меня, Погоняюсь я, Ты достоин, Ты достоин, О, Бог, Выше славы, Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, И все, что есть внутри меня, Погоняюсь я, Жду Тебя, Славлю я, Тебя мой Бог. Все награды и венцы свои отдам, Все заслуги и хвалу кладу я пред Тобой, Ведь подобного Тебе не видел я, Мы сам Тебе всю славу, Лишь Ты один достоин, Ты достоин, О, Бог, Вечной славы, Ты достоин, Бог, Вечной славы, Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, И все, что есть внутри меня, Погоняюсь я, Погоняюсь я, Жду Тебя, Ты достоин, Ты достоин, О, Бог, Вечной славы, Ты достоин, Бог, Я живу для Тебя, И все, что есть внутри меня, Погоняюсь я, Жду Тебя, Славлю я, Тебя мой Бог. Погоняюсь я, Жду Тебя, Славлю я, Тебя мой Бог. Ты достоин, Ты достоин, О, Бог, Вечной славы, Ты достоин, Бог, Вечной славы, Ты достоин, Бог, Принять всю честь. Я живу для Тебя, И все, что есть внутри меня, Погоняюсь я, Жду Тебя, Славлю я, Тебя мой Бог. Погоняюсь я, Жду Тебя, Славлю я, Тебя мой Бог. Слава Тебе, Господь, я благодарю Тебя за то, что мы можем поклоняться Тебе. И этот день, день поклонения, Господь. И пусть в наших сердцах все, что сегодня Господь Ты приготовил для нас, Оно вселяется в нас обильно. И пусть жажда по Тебе и жажда по Слову Твоему, Она будет прольется на наши сердца, Чтобы они открылись для того, чтобы внимать Твоему голосу, Чтобы слушать Тебя и быть послушными Тебе. И я благословляю нас на послушание, Послушание Твоему Слову, Тому, что Ты хочешь в нас произвести, Чтобы Господь и Бог мой это смирение пред Тобой, Преклонение пред Тобой, Оно работало в нашей жизни сверхъестественным образом, Потому что Ты Бог победы, Ты Бог сверхъестественного, Ты Бог любви. И пусть эта сила, Сила, дающая жить новому, Оно открывает наши сердца. Благодарю Тебя, драгоценный. Благодарю Тебя, чудный. Благодарю Тебя за хлеб, который Ты нам даешь. Ты есть хлеб, шедший с небес. И пусть никогда эта жажда по тому хлебу, Который Ты хочешь повестить в нашу внутренность, Растворить в нас, Она не прекращается в наших сердцах, Чтобы мы переходили от силы к силе, От жажды к жажды. Благодарю Тебя, драгоценный. Во имя Иисуса Христа, В Духе Святом. Аминь. Слава Богу!